В рамках второго тура чемпионата Московской области по мини-футболу во дворце спорта Лобня прошел матч между МФК Лобня и командой Олимпик из Мытищ. Наша команда оказалась сильнее, обыграв противника со счетом 5-4. Кто принес победу Лобнинцы, узнаем из репортажа. Автором первого гола в матче между МФК Лобня и Мытищинской командой Олимпик стал Дмитрий Чернявский. Успешную атаку на ворота противника он совершил уже на первой минуте игры. Еще двумя минутами позднее его эстафету продолжил Михаил Алянов, удвоив преимущество хозяев поля. Однако блицкрига не случилось. Противник сумел быстро перестроиться и перешел в атаку. Из-за досадной ошибки Лобнинцев на девятой минуте матча Ильяс Сакеев отыграл мяч, а за третьим мячом хозяина поля последовал гол противника в раздевалку за секунды до начала тайм-аута. Две ошибки с ног на голову перевернуло ход игры. Уже где-то нужно было морально-волевые качества находить. Тяжелая игра, мы тяжело начали. В конце уже потихонечку приспособились. Пошла равная игра и вот как видите счет 3-2. То есть я думаю, что вся борьба еще впереди будет. Только что начался второй тайм-чемпионатом Московской области по мини-футболу. Команда Лобни лидирует, а мы с болельщиками болеем за наших. Лобня! Чемпион! Побежает только он! Лобня! Чемпион! Побежает только он! Среди зрителей на трибунах десятки лобнинцев, в числе которых преданные болельщики и будущие чемпионы, ребята из футбольной команды Дюсш. Пришел бы болеть за родную команду и глава города Евгений Смышляев. Во-первых, это чемпионат Московской области. Команды хоть и любительские, но на самом деле уровень достаточно высокий команд. Мы знаем, что в этом году в чемпионате участвуют и команды Дина, ЦСКА Москва. В начале второго тайма инициатива полностью перешла к Олимпик. Сравняв счет, противник забил четвертый мяч в ворота Лобни. Но, как говорят, дома и стены, и болельщики помогают. Команда Алексея Ляхова сумела собраться и преодолела напор соперника. Гол Юрия Циммермана принес команде победу. Игра повернулась так, что то одна, то вторая команда вела в счете. Считаю, что мои футболисты сыграли прежде всего за счет характера. Потому что, сами понимаете, первая игра при своих трибунах. И выкладываться надо на 100% однозначно. Это уже второй тур чемпионата Московской области по мини-футболу. В первом команда Лобни играла на выезде с Диной в Троицке. Команды сыграли в ничью. Лобни получила одну очко. В этом году в чемпионате принимают участие 11 команд. По итогам соревнований они сыграют друг с другом по два раза. Одну игру у себя на площадке, другую на поле противника. Итоги будут подведены в начале апреля. Победитель будет представлять Московскую область в финальном этапе первенства России по мини-футболу среди команд первой лиги. Анна Рождественская, Алексей Орлов, Денис Рокин, телекомпания Лобня.